Здравствуйте, дорогие зрители! Вот я хотел с вами поделиться своим удивлением. Сейчас начну издалека, всё по порядку, откуда у меня эта информация для этого удивления. В Токийском университете там занимаются физикой. И вот там работает человек, латинскими буквами он так записывается, I, то есть I, S, а дальше, по всей видимости, Хрикин. Ну, то есть наши и туда добрались. Он руководит группой, то есть там целая группа, и S. Хрикина занимается изучением далёких галактик. Далёкие галактики сейчас изучать очень удобно. Берёте информацию, которую получил телескоп Хаббл, а телескоп Хаббл получал очень много информации, и она, как правило, находится в свободном доступе, и вот только обработай, чтобы польза была хоть какая-то для науки, для человечества. И вот они обработали. Есть такой объект, который называется квазары. Я вам про них часто упоминал. Квазары – это вот что такое. Это гигантская сверхмассивная чёрная дыра, которая находится в центре галактики, спиральной галактики. Эта гигантская сверхмассивная чёрная дыра активно поглощает материю. То есть, у неё есть огромный диск аккреции, к нему, когда приближаются, не дай бог, звёзды, она их разрывает тяготением. Помните, что недалеко от горизонта события там большой градиент ускорения свободного падения, и с одной стороны гораздо сильнее она притягивает эту звезду, чем с другой. Она растягивает и разрывает. Вот такие ужасные сцены происходят, душераздирающие. Самое душераздирающее то, что этот диск аккреции, он находится в экваториальной плоскости чёрной дыры. Да, у неё есть экваториальная плоскость. Эта плоскость перпендикулярна оси вращения чёрной дыры. И вот в этой экваториальной плоскости вращается этот диск аккреции. Очень близко друг к другу находятся частицы этого диска. Они активно нагреваются и излучают рентгеновское излучение. Мощное рентгеновское, как у нас классификация раньше была, мягкое, жёсткое, сверхжёсткое, гамма-излучение. Вот это всё они излучают очень мощно. А причём ещё тут образуются за счёт действия магнитного поля так называемые джеты, два джета, надуваются над галактикой и под галактикой. А ещё так получается, что галактика тоже в экваториальной плоскости находится. Она чёрная дыра в центре галактики. А вся эта галактика, блин, вот эта чечевица, как нам в книжках рисуют ещё от Воронцова или Ельяминова, она, значит, такой вот плоский блин. Вот он тоже так же вот в экваториальной плоскости. И надуваются два пузыря. Это пузыри ферми, их называют. Два пузыря, наполненных быстрыми релятивистскими электронами. Один сверху галактики, другой под галактикой. Вот они там накапливаются. Ну так вот, и, в принципе говоря, ну как-то я считал, вслед, наверное, за астрофизиками, настоящими. Считал я, что этот процесс, ну, это целый этап в жизни галактики. Это вот наша галактика уже не молодая. Она уже несколько миллиардов лет тому назад прекратила эти молодёжные взбрыки с испусканием мощных рентгеновских излучений. Кстати, эти мощные рентгеновские излучения, как говорят те же самые астрофизики, стерилизуют галактику. Галактика становится стерильной. Там такой большой уровень радиации в галактике вот этой жёсткой. Ну что, существовать там какие-то живые клетки, белки, жиры, углеводы там не могут. Вот такая вот история. Ну, а потом, когда это хорошо простерилизованная галактика, угомонилась чёрная дыра, потихонечку-потихонечку идёт там где-нибудь рекомбинация этих свободных электронов в пузыре, в пузырях ферме, с кем-нибудь они там рекомбинируют, потому что в целом-то они должны быть электронейтральны, естественно, на эти пузыри. А у нас тут жизнь появляется. Вот так у нас появилась жизнь. Ну, дескать, вот так вот, где-то близко очень-то к нам нет этих квазаров, все они в основном далеко. Квазары – квази звёздные объекты. Раньше не могли понять, что они так сильно излучают, и так быстро от нас удаляются. Это в советском научно-мопулярном кинематографе про них писали. Но оказалось, что они от нас удаляются, потому что они от нас далеко достаточно. Вот вышла такая вот штуковина. Значит, ну, они давно, значит, уже это было, погасли все уже. Молодость прошла у всех галактик, которые рядом с нами живут, квазаров нет. И вот эта группа, которую возглавлял Хрикин, она взялась, выбрала из обзоров неба Хаббла 24 квазара. У этих 24 квазаров они разглядели области вокруг вот этих самых чёрных дыр, центральных, там, где идёт как раз этот квазизвёздный процесс. Почему их квазарами называют? Само это вот ядро испускает энергии гораздо больше, чем вся остальная галактика. Вот в этом-то дело-то. Вот что такое, какой объект? И причём у них бывает такая локальная переменность, и зная ещё эту величину, значит, понятно, можно понять, какого размера этот объект. Размер объект, ну, не больше Солнечной системы получался. Вот как раз та самая чёрная дыра с диском Акреции. Ну, это я вспоминаю годы своего детства, когда, что такое квазар, было неизвестно, да? Квази, это квази, псевдозвезда, да? И под впечатлением слова «квазар», значит, даже какой-то автор, который написал повесть про Ленина, вложил в уста Ленина такую фразу, «Это квазиподлость» про кого-то, или квазиглупость. Ну, то есть, ну, это получалось псевдоглупость, товарищ, ну, потолкуй, да? Это не то, что вот квазарная такая, да, мощная глупость. Это псевдоглупость или псевдоподлость. Ну, так вот. И вот они разглядели там области ионизированного газа, который излучает вторичное излучение. Вот такие тонкие работы позволил делать телескоп «Хаббл». Оценили их размер. Ну, размер соответствует, соответственно, чему? Это вокруг галактики области. И оказалось, размер этой области несколько миллионов световых лет, не больше. Вообще все галактики погружены в более или менее однородное, значит, облако водорода. Этот более-менее однородный водород, он возбуждается, да? Ну, и, соответственно, начинает излучать в этих диапазонах. Вот. Ну, в своих диапазонах, где возбуждённый водород излучает. И вот эта область излучения, она порядка от 1 до 3 миллионов световых лет. Это значит, время жизни этого квазара, значит, 1-3 миллиона лет. Это всё, что удалось наблюдать. Больше не было. Что же получается? Оказывается, квазары, ну, понятное дело, с одной стороны, да, давно уже не разгорались в близко лежащих к нам галактиках. То есть, видимо, это всё-таки удел молодых галактик. Но эта вспышка квазарная, она достаточно короткая и связана, видимо, с тем, что на центральную чёрную дыру начинает падать какое-то вещество, окреться. Есть что поглощать. Ну, для таких систем, как галактика, ну, 1-3 миллиона лет – это очень маленький период времени для её эволюции, для её измерения, для перемещения вот этих спиральных ветвей, для движения звёзд. Просто это немного. Ну, что-то упало, досталось, поймало рыбку, растерзало и съело, и при этом излучало рентгеновское излучение. А получается, что галактика могла не быть стерильной. Это драма просто. То есть, живёт в себе галактика, в ней живут себе живые существа. Может быть, это какие-нибудь амёбы, может быть, это какие-нибудь медузы, может, даже членистоногие, а может, даже вполне себе разумные существа с милыми глазами, может быть, покрытые шерстью, может быть, уже облысевшие, подобно нам. Вот. Ну, и вдруг начинает работать центральная чёрная дыра. И всё испепеляет. И шансов остаться в живых в этой галактике нет ни у кого. Вот представляете, вот любая галактика, которая пережила эти события, это кладбище погибших цивилизаций. Если они так легко возникают. Вообще, судя по всему, возникнуть такой вот жизни на планетах очень тяжело. Вот наша замечательная планета Земля обязана возникновению жизни, то есть созданию условий для неё. То есть мало того, что мы попали в так называемую зону золотовласки, там, где достаточно высокая температура, чтобы вода была жидкой. Ну, вот как для жизни это необходимо, чтобы было не слишком холодно, но не слишком жарко. То есть жидкая, но не газообразная. Жидкая, но не лёд. Ну, у нас тут на планете есть всякие места, где от льда до... Там вообще, ну, вода быстро высыхает, да, типа пустыни Сахара. Вот. Широкий такой диапазон в условиях. Но тем не менее, вот на как тут жизнь наша существует. Вот. И более того, у нас океаны есть. Это результаты всего этого существования нашей движения литосферных плит. Это когда-то с нами столкнулось небесное тело, сформировало у нас, разрушило большую часть планетной коры. И у нас получилась такая вот дифференциация коры на континентальную, океаническую. Да ещё при этом спутник сформировался, Луна. Ну, в общем, красота случилась. Это все такие планетологи в этом уже разобрались с задним числом. Вот. И говорят, что очень так вот круто нам повезло. Представляете, где-то кому-то так круто повезло, потом круто не повезло. Что-то там упало на центральную чёрную дыру. У нас тоже есть центральная чёрная дыра. И тут как-то предвкушая астрофизики потирали свои руки. Там какая-то звёздочка должна была недалеко пройти, упасть. Нет, ну, падение этой звезды не угрожало нам таким фейерверкам. Но им было интересно поглядеть, как её будет раздирать, что при этом будет излучаться. Потому что вот поймает чёрная дыра звёздочку и разорвёт её в клочке. Вот такая вот история печальная. Подписывайтесь ко мне на Бусти, на мой канал подписывайтесь. На Бусти есть лекции, курсы, лекции по общей физике, по математике, по теоретическому основному электротехнике. Есть курсы, большие курсы по подготовке к ЕГЭ, по физике, по математике. Списывайтесь со мной в ВКонтакте и в Телеграме. И, глядишь, договоримся о персональных занятиях. Но в любом случае поддерживайте меня материально. Внизу у меня реквизиты самые разные есть. Самый простой способ, наверное, задонатить через Donation Allers или через Бусти. Там тоже есть донаты. Всё. Счастья и радости вам. Дай Бог, чтобы у вас всегда водились деньги. Пока.